Здравствуйте! В эфире Вести Кабардино-Балкария. В студии Станислав Сердюков. Самые заметные события к этому часу. Помощники в преодолении страшного недуга. Чем живет сегодня республиканский онкодиспансер? Надеемся и верим, что получим землю. Будем этому очень рады. Музыка. Участки под новое жилье многодетным. Заявки рассмотрели. Межевания провели вскоре передачи земель. Безопасность детей на дорогах. В Нальчике проходит рейд автокресла. Наши сады во многом похожи на сады Тироля. К такому выводу пришел Арсен Коноков, осмотрев плантации в Бальцана. Напомню, делегация Кабардино-Балкарии сейчас находится в Италии. Как сообщает пресс-служба главы республики, программа деловой поездки расписана буквально по минутам. Арсену Конокову и сопровождающим его министром и главам райадминистрации уже продемонстрировали предприятия по сортировке и упаковке яблок. Холодильник, в котором хранятся фрукты, способен принять более 90% от объема их производства в регионе. В долине Виноста нашей делегации представили новые технологии посадки садов на высоте до 1200 метров. Глава КБР заинтересовался также локальной отопительной системой, которая действует на отходах от дерева переработки. Задачей делового визита, изучив итальянский опыт, перенести его на землю Кабардино-Балкарии. Интенсивному садоводству в КБР сейчас уделяется приоритетное внимание. За последние пять лет заложено 2300 гектаров садов. Еще 125 гектаров занимают питомники по итальянской технологии, которые обеспечат производство около 3 миллионов саженцев в год. Создан единственный в стране завод по производству бетонных столбиков для садов и виноградников. Кабардино-Балкария – единственный регион, где производят пластиковые ящики для хранения овощей и фруктов. В ближайшее время планируется производство противоградовой сетки. Одновременно идет строительство современных хранилищ плодов. От научных исследований к клинической практике. Под таким названием сегодня в Санкт-Петербурге открылся 8-й Всероссийский съезд онкологов. В северной столице обсуждают доступность онкопомощи в России, новые, наиболее эффективные методы лечения. В форуме участвует главный онколог Минздрава КБР Марат Токумаев. О том, как в Кабардино-Балкарии пациентам помогают преодолеть страшный недуг Натальи Юсупова. Традиционная планерка в кабинете главврача, чтобы обсудить схемы лечения. Наиболее сложных случаев специалисты республиканского онкодиспансера собираются дважды в неделю. Комиссионный подход позволяет выработать эффективную тактику. В основном это сочетание разных методов, но почти всегда медикаменты или химиотерапия. Лечение противоопухолевое медикаментозными препаратами, синтетическими, природного происхождения, антибиотиками, гормональная терапия, модификаторами биологического роста и таргетная терапия. Все это используется в нашем отделении. Отделение противоопухолевой терапии, рассчитанное на 30 койкомест, работает на базе ЛПУ с февраля. Примерно столько же времени здесь активно внедряют малоинвазивные методы хирургии. Год назад начинали с диагностических операций. Сейчас 10% хирургических вмешательств делают с помощью нового эндоскопического оборудования. У нас есть некоторый процент операций на гинекологической сфере, операций на печени, на легких, которые мы проводим эндоскопически. Кроме того, на сегодняшний день мы проводим операции под УЗИ контролем, эндоскопические установки стентов, различные рентген-ассистированные операции. И в перспективе планируем развивать это направление и увеличить процент данных операций диспансерии до 30, а то и 40. Лидеры в онкоструктуре – рак молочной железы и злокачественные образования в легких бронхах и трахеи. Причем последние чаще всего приводят к летальному исходу. За прошлый год в республике выявлено максимальное за последние пять лет количество случаев онкозаболеваний – 2151. Ранняя диагностика должна стать нормой, считают врачи и связывают большие надежды с открытием нового корпуса, стоительство которого в Нальчике уже ведется. Мы задумываемся над тем, какое оборудование сейчас продумать и надеяться на то, что мы сможем его приобрести для того, чтобы какая-то часть наших земляков не отправлялась в поисках высокотехнологичных методов лечения за пределы республики. Есть несколько направлений, которые мы развиваем. Готовятся специалисты, есть договоренность о том, что к нам будут приезжать маститые специалисты, имеющие опыт работы в первое время, учить наших специалистов, показывать, как это делается. Выйти на принципиально новый уровень онкодиспансер рассчитывает к 2016 году. К этому времени должно завершиться строительство и оснащение нового центра. Он имеет все предпосылки, чтобы стать межрегиональным. Уже сегодня формируется его кадровая база. За последние несколько месяцев лечебному учреждению удалось привлечь в республику четырех врачей узкой специализации. Наталья Юсупова, Анатолий Дереко, Азамат Табухов, Вести Кабардино-Балкария. Сегодня в Нальчике в соборной мечети провели инструктаж паломников перед отправкой в хадж. Разъяснение давали зампредседателя Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии Хизир Несиров и представитель погрануправления по КБР. В этом году в Саудовскую Аравию должны выехать около 130 человек. Созданы две группы. Первая вылетает из Нальчикского аэропорта 28 сентября через Иорданию, а вторая днем раньше из ингушского Магаса прямым рейсом до Саудовской Аравии. Срок пребывания в среднем 25 дней. Паломникам напомнили о наличии двух обязательных прививок от гриппа имени Нгиты. А также рекомендовали рассчитаться с долгами, поскольку были случаи, когда из-за неоплаченных штрафов отправляющихся в хадж не выпускали за границу. В оставшиеся до отъезда две недели, по понедельникам и четвергам при мечети будут работать курсы для паломников. Около 50 многодетных семей города Майского в будущем году смогут начать возведение собственного жилья. Земельные участки под строительство уже определены, каждый по 8 соток, все в черте города. Сейчас к ним подводят необходимые коммуникации. Впереди передача в собственность. Наш специальный корреспондент Сафар Гиреев с иными подробностями. Надеемся и верим, что получим землю. У Сергея Кульбака пятеро детей. Самому младшему Даниле всего три года. Старший Милане 26. О том, что многодетным государство выделяет участки под строительство жилья, отец большого семейства узнал недавно. Собрал необходимые справки и обратился в местную администрацию. Документы уже прошли экспертизу. Теперь Кульбака второй по очереди в списках получателей земельного надела. Счастье заключается в детях. И слава богу, что беспокоятся. И вот программу такую создали, что мы можем теперь рассчитывать, что получим землю. И будем строить. Пока на ногах, пока еще здоровье позволяет. Осваиваю вторую специальность строителя. Потому что без этого никак не обойтись. Семья Кульбака была одним из 165 претендентов, обратившихся в майскую городадминистрацию. После рассмотрения заявлений в списках остались только 48 фамилий. Отказали тем, кто не имеет права на бесплатный участок. По закону, землю под строительство дают только многодетным семьям, не имеющим своего жилья. Участки уже сформировали. Каждый по 8 соток. Все расположены в черте города. По улице Гастелло. Рядом зеленая зона. Озера, речка. Здесь, в принципе, есть вся инфраструктура, за исключением водоснабжения. Есть электричество, есть газ. Водоснабжение в перспективе тоже будем оснащать. Здесь у нас отмежовано 53 участка. То есть полностью удовлетворяет требованиям наших граждан. На этот год достаточно участков. Даже еще небольшой запас остается. Межевание проведено. Номера присвоены. Осталось только соблюсти процедуру передачи гражданам в собственности эти участки. То есть в ближайшее время мы это осуществим. Составление списков и выделение земельных наделов сейчас идет и в других районах Кабардино-Балкарии. Участки предполагается предоставлять начиная с 2014 года. Правительство республики утвердило дорожную карту по их инфраструктурному обустройству. Получить наделы могут семьи, имеющие трех и более детей. В стране таких более одного миллиона. По данным Минирегионного развития России, 300 тысяч из них уже выразили желание воспользоваться этой возможностью. Сафар Гирейф, Анатолий Дереко. Вести Кабардино-Балкария. Сотрудники республиканской ГИБДД сегодня вышли в очередной профилактический рейд автокресла. Проверки идут на дорогах Нальчика. Расположились патрули автоинспекторов традиционно вблизи детских образовательных учреждений. Уже за первые 10 минут рейда у 32-й школы было составлено три протокола. Напомню, с этого сентября штраф за перевозку детей без автолюлик и других удерживающих устройств вырос в шесть раз. Он теперь составляет 3000 рублей. На оплату штрафа водителю дается два месяца. Однако ужесточение административных мер пока желаемого результата не приносит, констатирует в ГИБДД. По статистике за 8 месяцев 2013 года на территории республики произошло 36 ДТП, в которых 37 детей получили травмы и 7 детей погибли. Из 7 погибших детей трое были пассажирами. Все они перевозились без специальных детских удерживающих устройств. Итоги рейда представители госавтоинспекции подведут в конце дня. Руководители и главных бухгалтеров вузов, школ и научных организаций обяжут отчитываться о доходах. Соответствующий документ этой осенью планирует подписать министр образования и науки Дмитрий Ливанов, сообщают «Известия». Отчеты коснутся не только начальников, но и членов их семей. Информация о доходах должна публиковаться на сайте Миноборнауки или самого образовательного учреждения ежегодно до 30 апреля. В случае опоздания, а также если сведения окажутся ложными, руководителя могут снять с должности, либо привлечь к дисциплинарной ответственности. Нововведения не коснутся московского и санкт-петербургского госуниверситетов. Их деятельность регулируется отдельным законом, согласно которому руководители этих вузов декларируют свои доходы, но опубликовать такую информацию вовсе не обязаны. Пулеметные ленты, гранаты, осколки снарядов. Такой необычный подарок получила первая Нальчикская школа. Это находки времен Великой Отечественной. В военно-патриотический музей учебного заведения их передали представители поискового отряда столицы республики. Рассказывает Наталья Булат. Часть артефактов этим летом нашли на Курбских высотах, часть в Чигемском ущелье. Школьный музей для их хранения выбрали не случайно. Уже долгие годы он победитель городских и республиканских военно-патриотических конкурсов. Свидетельства Великой Отечественной здесь собираются уже почти 10 лет. На каждую находку составляется отдельная аннотация. В каком году найдено, от кого это подарок, размеры мы пишем, где найдено, все это мы пишем. Дети щупают, пилотки одевают, каски стараются. Я говорю, мне нельзя беру это вытаскивать, но раз вы хотите, что же я сделаю. Я надеюсь, что они проникаются моментом, по крайней мере, то, что они учат в теории, то результаты той горькой практики они могут видеть сейчас. И что-то, наверное, у человека внутри происходит. Потому что эти вещи все-таки, как-никак, имеют и свою энергетику. Но я надеюсь, что о чем-то они задумываются. Чтобы почаще их озадачивали, чтобы они помогали старикам, которые еще немногие остались у нас, живут. И никакая помощь и внимания со стороны подрастающего поколения будет им очень приятно. Сохранению памяти Великой Отечественной в школе уделяется особое внимание. Каждый класс взял шефство над ветераном или тружеником тыла. Открытые уроки с приглашением участников войны проводят к каждой исторической дате. На 70-летие Победы здесь запланировали создание стены памяти. Задания учащимся уже дали. Чтобы они нашли своего героя. Там прадедушки, дяди, тети, даже те, которые здесь в тылу врага. Сколько вагонов отправляли, вязанных вещей, продуктов. Это все в тылу работали. И эти помогали фронту. Вот пусть о том-то напишут. Собранные материалы, фото и биографии участников войны сотрудники музея планируют разместить на одном полотнище, которое впоследствии закрепят на стене в школьном зале боевой славы. Наталья Булат, Азамат Табуха, Вести, Кабардино-Балкария. Ну а сейчас о футболе. Накануне Нальчикский «Спартак» встречался на выезде с Ярославским шинником. Матч прошел в рамках 13-го тура футбольной национальной лиги. Красно-белым выправить турнирное положение, напомню, команда находится на 17-м месте, так и не удалось. Шинник игру начал агрессивно, и на 37-й минуте «Спартаковцы» получили первый гол в свои ворота, однако на перерыв команды ушли при счете 1-1. В конце 45-ти минутки полузащитнику Нальчан Евгению Чеботару удалось забить ответный мяч. В середине второго тайма ярославец Константин Дудченко вновь вывел свою команду вперед. Несмотря на усилия, Нальчане не сумели ответить тем же. Матч завершился победой Шинника со счетом 2-1, а «Спартак» с 11 очками остался на 17-й строке турнирной таблицы. Следующую игру команда проведет дома. В ближайший понедельник в Нальчик приезжает Волгоградский ротор. На этом у меня все. Следующий выпуск «Вестей» в 17.10. До встречи.